Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром, Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, О жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, готовое сие принять, И от восторга засиять. 10 января. Страдания 20 тысяч мучеников в Никодимии, в церкви сожженных. Когда святая вера Христова устоялась и процветала, И учители церкви открыто исповедовали православные догматы, Императором Максимианом готовились жестокие гонения. В Христовой вере стало примыкать знать, Что очень не понравилось императору. И однажды в церкви люди воскликнули, Мы христиане, мы христиане, царь, И не почитаем твоих ложных богов. За это они были сожжены в церкви. В народе сегодняшний день называют домочадцев день. Люди сегодня старались собраться всей семьей в доме, Поужинать и пообщаться. Вечером молодежь обязательно собиралась в компании, Для того, чтобы погадать, проводить хороводы, Познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста Передавались сказания и народные песни. Одно из гаданий, пользовавшееся популярностью в то время, было таким. Накануне этого дня на Красную горку, Которая имелась возле любой деревни, Приносили колья и вбивали их в землю. Сегодня всей семьей приходили на Красную горку. Каждый член семьи загадывал желание и повязывал на свой колышек лоскуток, Тем самым привлекая его из мира незримого в свой материальный. И желание исполнялось в течение года. Приметы. Если сегодня на деревьях иней днем тихо, Это к урожайному году и удача во всех делах. Дело, сделанное сегодня совместно с семьей, Будет благословенно и принесет плоды в будущее. Если столь в солонке оцарела, К ненастной погоде. Свадьба, сыгранная сегодня, Сделает брак счастливым. Если сегодня принять колядовщиков, Это даст здоровье и благополучие, Защитить дом от порчи и злады, Убережет скотину от болезней. Если с неба падают крупные снежные хлопья, Это к потеплению. Метель сегодня к дождливому и сырому лету. Когда мы с вами пьем сок из яблок, А также употребляем в виде яблочки салатов, Таких весенних или зимних, Или хотя бы просто съедаем, Это у нас прекрасная профилактика того, Чтобы снижить лишний холестерин в организме. Укрепить сосуды. Я уже говорил, что имеется витамин В, Который укрепляет сосуды. И вот если имеется варикозное расширение, Или расположенность к этому, То вы можете надежно этому препятствовать, Регулярно употребляя яблочки в течение дня. Если вы этого не делаете, Стенки сосудов становятся, знаете, такие слабые, Выпячиваются, И возникает вот такое неприятное явление, Как варикоз. Чтобы этого не было, Яблочко обязательно. При этом яблоко надо съедать, Обязательно с кожурой. Очень полезная рекомендация пожилым людям, Людям старшего возраста, Седать по два яблочка в течение дня, Чтобы их сосуды как раз были хорошие, И мозг функционировал нормально. Чтобы не было вот этого старческого слабоумия, Чтобы память сохранялась хорошо. Ну а молодым тоже память же лучше, Не только что старым. Но здесь обязательно важно понимать, Что память надо тренировать. Одно дело иметь целые сосуды, А другое дело тренировать память. Поэтому об этом не забывайте. Кстати, вот когда мы говорили О наружном применении, То в средние века, Средневековые красавицы, Использовали мякоть яблочка, Для того, чтобы делать маски на кожу. Чтобы омолаживать кожу. И маска, Обязательно сделаем. Делается так. Маска для любых типов кожи. Берется столовая ложка творога, Лучше творог взять жирный. Жирный. Две столовые ложечки мякоть и яблочко. Можно даже брать и печеное яблоко. Но лучше возьмем свежее. И причем знаешь, Как вам подойдет яблочко? Зеленое. Зеленое и кислое. Правильно. Кислое, как раз богатое фруктовыми кислотами, Она напитает нашу кожу. И более того, Кислый вкус способствует тому, Что сохраняет в коже влагу. Сразу у нас появится лифтинг эффект, Исчезнут морщинки, И в коже появится турок. А творог смягчает, да? Да, и творог будет смягчать, И защищать, Потому что жирная такая основа. Поэтому эту масочку можно делать В течение 15 минут, Ну, после чего мы смываем теплой водой, Как обычно. И радуемся, да? Полученному результату. Делайте ее лучше всего Через 2 дня натрите. Особенно в сухое, холодное, зимнее время. А аллергию никаких не вызовет? Ну, вы уже должны заранее знать, Вызывает ли яблоко аллерию или нет. Как мы знаем, Зеленые сорта яблок не вызывают. А если возьмете красный, Может вызвать. Поэтому запоминайте. Зеленые сорта. От простудной забывания, От кашель, Если появился там... Оказывается, Еще земские врачи Использовали яблоки Для того, Чтобы сухой кашель Привести в мокрый. И он быстро вышел. Для этого используют Печеные яблочки. Значит, печеные яблочки Чаще надо кушать. Это прекрасная профилактика И лечение Простудных заболеваний, Связанных с сухим кашлем. Быстренько все это проходит, Образуется мокрота, Выходит, Легкие очищаются, И мы нормально все чувствуем. А просто из запекателей с медом? А вот это уже другой, Другой рецепт. Дело в том, Что лучше всего яблочки, Особенно при повышенной кислотности, Есть не кислые, А запеченные, И, конечно, с медом. Вот для этого яблочки Просто-напросто запекаются, А уже потом смешиваются с медом. Почему? Потому что мед при высокой температуре Разрушается. Поэтому мы соединяем такую смесь, Которая, знаете, Приятна на вкус. И можно там деткам давать, Самому есть. Снижать кислотность, И в некоторых случаях Хорошо помогает при изжоге. Можно попробовать. Попробуем. Что лично у меня изжога возникает От меда. Раз съел, Два съел, Вроде бы нормально. На третий раз обязательно изжога бывает. Поэтому я уже знаю, Продукты с желтым цветом Оказывается, Обладают такими свойствами. А вот продукты зеленые,